Привет всем Раумгарденам, с вами Спиногрыз из команды Triple Vibe. 26 января начинается новый Iron Banner и мы решили сделать обучающее видео, помогающее новичкам разобраться и понять, что же это за режим, что в нем нужно делать и чем он хорош. Для начала нужно сказать, что Iron Banner длится всего неделю, а рекомендуемый лайт 230, но мы бы не советовали соваться в этот режим неопытных гарденов, у которых нет хотя бы двух 180 лайтов. Дело в том, что в Iron Banner учитываются ваши показатели оружия и брони, да и уровень лайтов в целом, а значит гардиены с лайтом 310 будут наносить больше урона вам, если у вас, например, 260 лайта, да и получаемый ими дамаг от вас будет меньше. По статистике гардиены с лайтом ниже 310 имеют кд меньше единицы в Iron Banner. Что крайне нежелательно. За бои в данном активите вы будете зарабатывать отдельную репутацию. Всего у Iron Banner 5 рангов, которые с окончанием ивента аннулируются. Нужны они для того, чтобы покупать вещи и оружие у лорда Саладина. В каждый Iron Banner он появляется в башне над вендорами вангардами. Также он выдает три ежедневных баунти и три недельных. Выполнять их можно только в Iron Banner и за их сдачу вы получаете драгоценный опыт. За определенные ранги вы можете купить определенные вещи и оружие у Саладина. Ассортимент каждый раз меняется. На этой неделе, например, вы можете получить фьюжнку, скаутку, а также три вещи – чест, классовый предмет и ноги. Все предметы, которые продает Саладин, могут упасть вам после матча, а также за пакеты, которые вы получаете при достижении 3-го и 5-го ранга. Сам опыт начисляется тоже достаточно интересно. Очки репутации вам даются за победу. За поражение вы получаете медальонов Iron, которых можно набрать не больше 5 штук. После следующей вашей победы медальоны сгорают и вы получаете дополнительный опыт. Также при ношении эмблемы, шейдеры и классовые вещи к вашему получаемому опыту будет даваться бонус по 11% за каждую вещь. Но и это еще не все. С каждым днем получаемая репутация растет. Прирост в процентном соотношении показан на экране и это очень важно в сдаче баунти. Поэтому мы крайне рекомендуем сдавать недельные баунти в конце недели. Тогда получаемый опыт будет намного больше. Стоит еще отметить, что если у вас имеются другие персонажи, то после достижения основным персонажем хотя бы 2-го ранга, то остальные будут получать значительный прирост к опыту. Так, например, имея одного персонажа 5-го ранга, вы сможете легко прокачать твинка до того же 5-го ранга за несколько часов игры, если вы играете, допустим, в воскресенье. Матчи в Iron Man всегда проходят в одном режиме. На этой неделе, например, впервые бои будут проходить в рифт. Поэтому рекомендуем играть в этот командный режим исключительно с друзьями. Также на этой неделе вместе с баннером ведется и новый матчмейкинг, который призван минимизировать лаги и будет кидать вас к противникам по пингу. Банжи обещают запустить новый матчмейкинг через сутки после старта самого баннера 27 января в 9 вечера по Москве. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также напоминаю, что все анонсы появляются в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании к ролику. До связи!